Вот абсолютно с вами согласен. Я тоже к этой мысли пришел, что именно эти этические нормы морали, заповеди, которые в религии есть, они как-то составляют духовную основу человечества. Именно так вот. Если им следовать, то можно было бы избежать многих и многих конфликтов, многих совершенно непонятных вещей, которые в жизни случаются. Но встает такой другой вопрос. А кто снимает эти запреты? Какая система снимает эти запреты? Почему это происходит? Да это опять же из игре на... То есть вот человек каждый день, каждый час, ну можно сказать, каждую минуту он стоит перед выбором. То ли делать добро, то ли делать зло. Правильно? Ну а все относительно. Кому-то делаешь добро, а кому-то это будет зло. Понимаете? Вот как тут подходить? Нет, но дело в том, что... У меня есть ответ. Я слушаю вас. Дело в том, что вот вы посмотрите, вот что происходит при капитализме с той же самой темой разведе техники науки, да. То есть вот я как-то начну так издалека. Тоже зашел к своему другу Игорю Иванову и гляжу, у него на стене висит плакат. Так, Альфред Хичкок. Знаете, кто-то такой, да. Там какая-то вороны там изображены. И по-английски написано «Astonish me». Я так... Что такое «Astonish»? Что-то я не знаю. Говорю, что такое «Astonish»? Он говорит «Удиви, удиви меня». То есть Альфред Хичкок в своих, скажем, этих самых фильмах использовал принцип «удивить». Удивить его, удивить всех. Так это же и есть основной принцип капитализма. Удиви всех там. Удиви меня, удиви всех. То есть, а для этого, скажем, ну использовалось все. То есть, то, что ты удивил, ты на топе находишься, ты хайпуешь, грубо говоря, по-современному. Ты получаешь премиальные бабки с этого продукта, с этого чего-то там. А когда рынка становится все меньше и меньше, сколько можно придумать айфонов, телефонов и прочее, начинает снимать запреты. Те запреты, вот 10 заповедей, которые были. Потому что ты снял запрет там «Не прелюбодействуй». У тебя появились там какие-то, значит, область, новая область экономики, удовлетворение там лесбиянок и прочих, там гомосеков и так далее. Ты будешь для них там что-то производить. Нет, только я с вами немножко не согласен. То есть, чем меньше запретов в экономике, ну так она идет. Тем больше возможностей для бизнеса. Нет, я тут с вами не согласен. На мой взгляд, вот это снятие запретов, это совершенно осмысленное действие со стороны тех, кто хотели бы глобально управлять миром. То есть, глобально получать прибыль с того быдла, которое они хотели бы превратить в любой народ. И что такое вот «Живи для себя, живи в удовольствии»? Это разрушение семьи, это разрушение государства. А в этом случае какой смысл этому существу или человеку защищать это государство? Его можно брать голыми руками. Ты ему либо дай наркотики, либо дай еще какое-то удовольствие. И все, он не будет воевать с тобой. Поэтому я вот считаю, что это осмысленное действие вот того финансового капитала, который стремился и стремится, ну грубо говоря, осуществлять властвование над всеми народами. Ну потому что с точки зрения здравого смысла, ну я не верю, что можно эффективно управлять вот по-нормальному, да, восьми миллиардами людей. То есть вот как бы, чтобы решать их проблемы и так далее, и так далее. Но загнать их в состояние быдла, примитивного потребления, удовлетворения своих потребностей, и все. Ты можешь ими владеть. Не надо никаких ему непрофсоюзных гарантий, не надо заботы о детях. Ты можешь только мгновенно получить ту прибыль, о которой ты мечтаешь. Поэтому вот я-то связываю это со смыслами, и с теми действиями все-таки тех людей, которые объективно стремятся, как они говорят, владеть всем миром. Ну, я согласен с этим тезисом, в общем-то, с этим, то, что вы сказали. Но с другой стороны, это и есть капитализм. Вот в современном понимании. Это и есть. Согласен с вами. Это и есть, что он постоянно ищет новые возможности для расширения производства, какие-то новые ниши. Ну, я бы так сказал. Не для расширения производства, а для получения прибыли. Для получения прибыли. Любым способом. Любым способом. Да. Прибыльно экспортировать наркотики из Юго-Восточной Азии было. Пожалуйста. Это же, извините меня, что, Соединенные Штаты с их военной машиной не могли это прекратить? Да нет. Это все было как раз предназначено для того, чтобы организовать все это хозяйство. Потому что кто-то получал прибыль и получает. Так что тут... Видите, тут... Как вам сказать? Иногда, на мой взгляд, даже человека, конкретного человека можно... Он даже... Как сказать? Он даже не осознает последствия своих действий. Просто он находится в системе, где если прибыль это главное, он и делает то, что приносит прибыль. А все остальные проблемы, там, мировоззрение человека, беспокойство о каких-то там, значит, детях и так далее, но это вообще... Это вторично для них. Ну вот, согласитесь, тут с одной стороны, вот это плохо, да? Да. А с другой стороны, вот, если там это все, скажем, отменить, то получается, государство, типа нашего позднего социализма, когда все, как там, как это называется, уповали на государство и хотели получить от государства какие-то пряники и плюшки, ничего при этом не делая. Вот, то есть... А если это все отключить, получается, как вы говорите, жадность, зависть и начинает работать механизм, который заставляет людей искать, каким образом там заработать, заработать, получить прибыль, вот, вот какие-то такие вот рамки. Это слишком много, плохо, а слишком мало, тоже получается, плохо. То есть застой. Согласен? Вот и надо найти какой-то баланс. Удастся нам это, не удастся, я не знаю, но другого варианта не, на мой взгляд. Дело зависит в чем. Здесь ведь на самом деле, ну, на мой взгляд, важнейший вопрос это осознание человека, его место вообще в природе, как таковое. То есть вот с моей точки зрения, значит, природа развивалась таким образом, что от простейших микроорганизмов на сегодня к уровню человека. Но ведь человек тоже не конечная стадия эволюции, природы. я вполне допускаю, об этом, по-моему, уже сейчас и на Западе отдельные ученые говорят, что предназначение человека это создать существо, которое, ну, по сути дела, способно жить в более агрессивных средах, то есть роботом. Нет, но это логично. Обезьяна, она же сохранилась и сейчас, она живет сама по себе, своей жизнью. Человек, как эволюционирующий из обезьяны, он живет своей жизнью, но как, как вам сказать, обезьяна ведь не думала, что она будет прародителем человека. Она просто жила своей жизнью, жила, часть из них вот развилась в следующий этап. Ну, вот, я думаю, где-то так. Это, как вам сказать, если отбросить какие-то там высокопарные слова, то так оно, наверное, и будет происходить. Но так в природе происходит просто. Ну, в чем-то я с вами соглашусь и даже могу сказать, что действительно вот есть такие футурологи там вот они рассматривают процесс эволюции человечества, развития технологий, развития наук и еще 10 лет назад, там даже больше, 15 лет назад пришли к выводу, что в принципе человечество ожидает в 2045 году скачок, скачок такой по технологиям, что в принципе человечества не будет успевать осознавать того, что происходит в реальности от слова совсем. То есть настолько там такая начнет этот скачок произойдет, как бы точка сингулярности будет достигнута такого. Вот. И в то же время они связывали это еще с тем, что я уже не помню, как это, я как-то читал 10 лет назад на эту тему вот, что будет создана значит, возможность сделать человека бессмертным, 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 но не в теле человека, не в биологической оболочке, а в другой, в твердотельной, состоящей из миллиарда нанороботов, как вот человеческое тело состоит из частиц клеток биологических, а там миллиарды нанороботов будут твердотельных. И это придет к тому, что человеку не нужно будет биологическая еда, он будет напрямую там от солнца получать, заряжаться и так далее. Нужно будет ему кислород дышать, что он может будет находиться в других там средах, путешествовать там к звездам во вселенной и так далее. В чем там тут в общем-то правильно сказали. И тут какие-то мыслики. И даже есть такой сайт называется 2045.ru Вот там такой Дмитрий Ицков, такой мультимедийный магнат этой темой занимался. Вот я как-то недавно заходил и вижу, что там как-то все зависло так. Сообщений последних нету. А так довольно активно развивался сайт. Какие-то сообщения туда шли и все такое. Ну это связано еще с трансгуманизм тема перенесения мозга человека в твердотельное состояние, в компьютер и так далее. Вот как-то так. Ну я не оригинален в том, как возможно нет, то, что человек, что не конечная инстанция развития природы, это, я думаю, очевидно, потому что не может такого быть. В принципе, природа сама по себе развивается по своим законам и так далее. Это тому очевидно. А уж во что оно потом превратится, ну не знаю. Но логика возможная, она вполне то, что вы описали. Я тоже точно так же считаю. Ну там действительно приводились такие примеры, скажем, вот человек хочет там тебе скажем изменить там вот в человеке уже пошли изменения там искусственная рука появилась тема искусственная нога там искусственное сердце в принципе ну а чем это на самом деле не есть постепенная замена искусственных природных органов человека на искусственные приводит к тому что человек начинает стать такой биоробот такой да только голова остается еще как-то невозможно там перенести ее ну со временем наверное этот вопрос как-то будет решен там программным способом или еще что-то там будет придуматься ну тут масса конечно проблем возникает вот таких непонятных ну как-нибудь осмыслим наверное но это произойдет в том случае если не произойдет какого-то катаклизма типа там войн там глобального масштаба и прочее когда все отбросит там нафиг десятилетия может быть и столетия туда назад все согласен с вами но я понимаете дело в том что вот мы смотрим вокруг нас да что мы видим что в общем-то живые существа они по-разному организовывают свое существование на земле ну к примеру те же муравьи те же пьевы понимаете ведь у них выработаны инстинкты которые позволяют им вот существовать длительный период времени вот в том состоянии в котором они находятся в обществе оригинально построенном и так далее а вот на мой взгляд человеческое общество но еще находится в стадии поиска вот этого оптимальной организации успеет ли найти конечно вот это это и вопрос согласен с вами понятно понятно так ну нас там с вами очень долгая дискуссия я тут на самом деле немного ее записываю и выкладываю надеюсь вы не будете против того чтобы выложить нашу с вами дискуссию я думаю достаточно интересную для обозрения скажем других людей да да не скрываю понятно ну можете поинтересоваться у меня у меня ютуб канал называется куда я выложу называется центр российской империи так вот по-простому что я давненько туда ничего не выкладывал но решил что надо возобновить такие нормальные без руганий без мата туда что-нибудь такое выкладывать спасибо вам за дискуссию поинтересуюсь как вас зовут меня Сергей зовут меня Владимир Владимир понятно вот хотя у меня остается еще один вопрос такой может быть на закуску такой вот как вы считаете все-таки что полезного сделал сделал Ельцин для России вот как вот вы так вот Владимир считаете вы знаете вот как это не парадоксально может быть звучит но вот то что он предотвратил гражданскую войну в 93 году я считаю это плюс то что расстрелял расстрелял парламент да имейте ввиду вот это вот да в совокупности то есть понимаете как это не как сказать не цинично происходило но ведь те же коммунисты к сожалению до сих как я говорил они на мой взгляд они так и не проанализировали почему они довели до такого состояния Советский Союз какие были у них ошибки они же об этом совершенно не задумываются продолжают говорить демагогические лозунги но они лозунги и лозунги но как до этого добиться понимаете как построить общество они же не говорят до сих пор с моей точки зрения и вот на мой взгляд могло быть гораздо кровавее после 93-го года то есть когда человек не понимает причины почему произошло но это же ужасно для меня очень сильное впечатление в свое время показывали как штурмовали белый дом трудящиеся так называемые понимаете когда показывали как мужики с какими-то палками лопатами просто громили пожарные машины разрушали то есть просто не знаю инстинкт разрушения но может пожарная машина то чем виновата ее же можно и нужно использовать по назначению но вот этот бунт кровавый беспощальный который мог ожидать Россию на мой взгляд это очень было большое зло ну я бы еще добавил сюда то что в принципе при нем все-таки пришел Путин к власти при Ельцине потому что он его выдвинул он его как-то заметил и он его привел вот это самый большой тоже знаете плюс такой но вы знаете в моем мнении что без воздействия определенных сил этого бы не произошло я не верю что господин Ельцин вот так вот вдруг протрезвел осознал и добровольно все это сделал но не верю ну можно вспомнить что перед этим Путин то в общем-то был курил наши там ФСБ в общем-то какой-то полковник пришел и стал там заниматься стал начальником этой конторы но вы но вы же понимаете что когда пришел полковник в этой структуре как были так и оставались генералы но там-то и дело они не все были предатели вот ну не починули была ему скажем скажем так должность поставлена почему не генералы стали начальниками понимаете там же в армии все все порядочно нет но вы у меня другое впечатление о деятельности спецслужб они стараются никогда и правильно делают своими руками не делать какие-то вещи они организуют это правильно но у меня вот понимаете у меня такое представление что все это не случайно то есть человек Ельцин как человек который последние свои годы жизни до этого стремился к власти просто так от власти уйти но не верю не верю ну вынужден было это сделать мое убеждение что он вынужден было это сделать и хорошо что он это все осознал и сделал так как сделал вот мое такое мнение ну согласитесь когда путин пришел к власти и до самого последнего времени путин не осуждал Ельцина и даже до сих пор разрешает там Ельцин центру нести всякую чушь грубо говоря так же понимаете дело в том что какая-то договоренность между ними была и он до сих пор и выполняет понимаете мне так кажется здесь нет понимаете здесь вот на мой взгляд есть такое понятие офицерская честь да 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 вот здесь это не я больше связываю не с какой-то там меркантильной договоренностью и так далее просто есть понятие чести то есть он помогал и спастись Собчаку хотя с моей точки зрения он в настоящее время к идеологии Собчака изменил свое отношение но по-человечески он честен ну да действительно я я это рассматриваю вот именно так и поэтому и по отношению к Ерцину тоже я не вижу там каких-то значит меркантильных расчетов но не верю в это не меркантильные а договоренности какие-то что он не будет его репрессировать когда придет к власти он же ну чувствовал старичок тоже старый елки-палки спившийся и рано или поздно ему надо было кого-то приводить и само уходить ну не не вперед ногами же выезжать из власти из Кремля вот так нет понимаете там были договоренности определенные это совершенно четко проследуется после всего остального вот и он его заприметил как говорят это самое еще когда тот был в общем-то выполнял наказы там у Собчака был скажем так помощником какие-то он там заказ какие-то вещи для Ельцина специально сделал и в этом плане началось его продвижение такое я уже забыл что там что там говорили что там сделал кто-то рассказывал эту тему где-то можно найти и поковыряться каких-то воспоминаний или там что-то что было до этого когда Путин был у Собчака помощником память такая блин плохо держит некоторые моменты высыпается все из нее и вот еще один момент мне кажется интересный был такой у Ельцина который я так лично оценю как положительный момент в том плане что он помните сказал берите когда он губернатором сказал берите власти столько сколько хотите а что в этом положительного а тут момент такой что все от противоположного все боролись за эту власть за независимость а когда человеку сказать да бери ты нафиг бери сколько хочешь только и бери только не подавись ею человека тут раз и начинает ну умного человека и переключается переключатель да я возьму власти сколько хочешь а что эта власть несет понимаете что это меня обязывает делать но получу эту власть а дальше чего как я буду эту власть распоряжаться может быть мне все таки под зонтиком большой власти находиться и там свои там какие-то дела делать управлять там регионами и так далее может быть есть больше выгоды понимаете это психологическая психология так работает человек уперся там рогом в стенку и бодает эту стену а перед ним убрали эту стену туда раз и улетел нафиг понимаете ему говорят бери убираем стену человек если умный он там пробанно нет на мой взгляд вы рисуете какую-то теоретическую возможную картину как вам хотелось как вам хотелось потому что критерий это практика а на практике мы с вами увидели что таких умных губернаторов что-то я не помню в тот период времени не ну всех крутили потихоньку так ну слава были такие сказаны в принципе не слова-то были сказаны но умных губернаторов я что-то в того периода не помню ну как ну Роселя же вашего взяли в Сенат и он там до сих пор сидит а он же хотел у вас там Уральскую Республику с Франком Уральским завести сделать как-то так вот приблизил ну вы думаете вы думаете что он после слов Ерцина одумался что ли или как вы расценивались ну может быть в какой-то степени в какой-то степени почему и нет мы же вот имеем то что сейчас имеем в общем-то видим что государство не распалось после этих слов не развалилось там на Сибирскую там какую-то Республику на Дальневосточную на Уральскую и так далее хотя некоторые по-другому считают что это очень плохие слова были им сказаны что-то как раз минус но вот я чисто с психологической точки зрения человеку искать да бери нафиг бери посмотрим что ты будешь делать с этой с этой обузой потому что говорится тяжела шапка мономахта тяжела не по сеньке шапка на Зеленского посмотреть как его колбасит да вы знаете я я больше согласен с высказыванием Михалкова не Михалкова а Шахназарова то есть он как режиссер оценивает его как просто артиста который взялся ему дали роль которую он мечтал быть на всеобщем обозрении и он от этой роли просто во-первых не откажется во-вторых ему за это платят приличные деньги мягко говоря поэтому это отдельная песня на мой взгляд это точно отдельно ну хорошо спасибо вам за такую пространственную дискуссию было интересно с вами пообщаться надеюсь будем пересекаться и дальше почему бы нет чатурлетка еще раз пожалуйста назовите как называется ваш сайт интересно какую часть вы там разместите да я думаю порежу на несколько частей возможно там потому что длинный ролик получится тяжело смотреть и в принципе можно его поделить так по частям центр российской империи у нас в Новосибирске находится часовенка которая раньше обозначала центр российской империи империи вот ее восстановили она находится именно на том месте где географически находился центр есть такая часовня отмечает центр российской империи как-то так ну вот к сожалению я от вас это только сейчас услышу потому что когда я был студентом я ехал на практику под Иркутск и когда я уезжал говорю жене значит я тут на воскресенье в субботу воскресенье постараюсь съездить к Тихому океану посмотреть на Тихий океан еду в поезде проезжаю Красноярск и там между Красноярском и Иркутском станция половинка ну какое такое специфичное название спрашиваю проводница почему такое название не знаете она говорит знаю это половина расстояния от Москвы до Владивостока и тут я понял что мне не удастся из Иркутска съездить на субботу воскресенье в Владивосток географию плохо а вы сейчас видите еще уточнили что указывается центр был Новосибирск да вот как-то там он находился когда Российская империя была самой могущественной в своих самых больших границах ну ладно все хорошего здоровья берегите себя все удастся получится спасибо вам до свидания до свидания до свидания